друзья сегодня я готовлю очень интересное блюдо буду я его готовить в мультиварке угадайте что это это у нас мясо индюшатина душиное мяско можно брать филе можно брать бедрышко мы взяли бедрышко я думаю что по такому рецепту можно сделать и из куриного мяса телятина не знаю как свинина подойдет или нет что суда входит морковка лучок беленький такой репчатый сама мяско соль приправа тут на усмотрение как вы хотите и все я залила молоком и поставила квасится на всю ночь в холодильник еще подробно покажу какие ингредиенты сюда я добавляла мяско я так нарезала кубиками давайте покажу что именно входит сюда и приступим дальше ребята что нам для начала понадобится чтобы замочить наше мяско сделать такую заправку для мяса и отрать его на ночь отдыхать то есть вы можете взять мясо какую-то птицу либо телятину сделать вечером эту заправочку поставить в холодильник замачиваться а утром уже готовить собственно блюдо вот мясо это примерно полкило может меньше может 300 400 у меня тут индюшатины молоко мы брали 32 жирности можно брать сливки чем жирнее тем я думаю лучше две такие морковочки и два средних репчатых лука почистили напополам лук пополам разрезали и полукольцами нарезали также можно на терку натереть морковку либо тоже полукольцами тоненькими нарезали сам процесс показывать нарезку я не буду я думаю вы справитесь этим мясо режете тоже меленько кубиками ромбиками но где-то до двух сантиметров ну либо два с половиной сантиметра заливаете потом все это в одной посудине вы все смешали добавили соль травы которые вы используете которые вы любите перчите все остальное и в одной посудине размешали либо мыска либо кастрюлька небольшая заливайте это все молоком либо сливками чтобы покрывала все ваша ну всю вашу смесь это чтобы она там не то чтобы плавала но покрывала чтоб она впитывала в себя молочко вот весь секрет и ставите это все на ночь в холодильнике и она там себе дружится любится и квасится а утром вы уже готовите ну что поехали дальше продолжаем сейчас это месиво я выливаю в чашу мультиварки теперь что я еще буду добавлять буду добавлять еще плавленый сырок со вкусом грибов и йогурт без всяких добавок нашем случае ягодинские все это перемешаю так секундочку так вот порезала сырок довольно таки крупно он расплавится теперь открываю йогурт и наверное половину я туда добавлю содержимого йогурта йогурт не сильно жирный 10 процентов здесь вес его 300 грамм и вот половину из него я добавлю 150 грамм вот я его открыла те йогурты хорошие тем что они без всяких добавок и можно заправлять ними какие сладкие допустим десерты до надо добавить туда какие-то ягоды варенье или заправлять салаты что очень прикольно вот смотрите друзья половину я высыпала в мультиварку это сейчас я все размешаю поставлю на тушение и все и она будет себе там тушится через какое-то время через минут десять подойду еще раз размешаю чтобы она все там хорошенько подружилась у нас и будет тушиться и это все я отправляю уже готовится вот мультиварка на самая обыкновенная выбираем программу на тушение где ты 40 минут и нажимаю старт самая обыкновенная уже потрепана у нас мультиварка закрываю за такая все через 10 минут я подойду перемешать посмотреть как тут дела что в итоге у нас получилось конечно не совсем это блюдо выглядит так как мы пробовали его но надеемся что на вкус но будет вкусно все у нас жарится вкусная картошечка там или надо снимать пробу выглядит в тарелке на вкус она очень даже неплохое мягкое получилось мясо что у нас индюшатина мягкая получилось вкусненько есть такое сметаны йогуртный привкус интересны и вот этот сырок плавленый грибной тоже придает такой пикантный вкус этому блюду но принципе если вы такой гурман как и я можете пробовать блюдо довольно такие вкусно интересно для разнообразия можно пробовать но по традиции если вам понравилось ставьте лайки и пишите комментарии экспериментируете ли вы тоже с едой и делитесь также своими рецептами все всем всего наилучшего приятного аппетита пока пока